Об этой линии ходят легенды, о ней разговаривают, о ней придумывают черти что. Нет таких ситуаций, когда бы она не была так сильно нужна в кризис, и нет таких ситуаций, как она совершенно не нужна, когда все хорошо и спокойно. И сегодня мы говорим о линии номер пять. Как всегда разберем проекции, как всегда разберем определенные моменты с нее связанные. Пойдем сначала по ключам, потом обязательно разберем проявление линии номер пять в различных сферах, в различных ситуациях. Поэтому я надеюсь, что перед тем, как включать это видео, вы уже определились, а есть ли в вашем профиле цифра пять, либо до дроби, либо после нее. И конечно же, есть ли в вашем окружении пятерки, ваши родственники, ваш партнер, ваши дети, ваши родители, ваше окружение на работе, потому что, конечно же, если вы это все сделаете до того, как посмотрите это видео, вы отлично и отлично проведете это время, да, и узнаете очень много полезного и практического такого, чего вы сможете сразу же взять и применить в реальной жизни, либо в своей, если у вас есть пятерка, в вашем профиле, либо в профиле как раз вашего окружения, конкретно в взаимоотношениях с тем человеком, который у вас есть рядом и у которого есть линия пятерка. Ну что ж, начнем. Самая большая надежда гексограммы, вселенной, мира лежит именно на линии номер пять. Почему? Потому что именно линия номер пять отвечает за прогресс, за эволюцию, за движение, за улучшение ситуации. Никто другой, как линия номер пять, как раз за это дело не отвечает. И если говорить про ту самую метафору, да, с домом, что единичка у нас находится в подвале, двоечка у нас на первом этаже ночью при включенном свете, так что ее все видят, а она никого на улице не видит. Тройка у нас уже находится на лестнице, четверка примерно там же, и пятая линия как раз находится уже на балконе. На балконе она не просто как четвертая линия, да, всех видит со второго этажа, она еще и на балконе ее тоже видят, но видят достаточно издалека, видят ее достаточно нечетко, и зафиксируем этот момент, потому что к нему мы будем много раз возвращаться, он достаточно значим, он достаточно важен, и он будет очень многие моменты в понимании пятой линии определять. Самое первое следствие из того, что пятерочка у нас находится на балконе, является как раз тема проекций. Ни для кого, кроме как пятой линии, не отзывается так сильно, и с такой болью, и с таким резонансом тема проекций. Да, конечно же, про все другие линии тоже иногда люди ошибаются в своих суждениях, но пятерка, поскольку она находится с одной стороны на удалении, а с другой стороны она на балконе, она что-то вещает в массы, конечно же, ее облепляют, ну, буквально вот как мухи, да, проекции, проекции других людей на нее. Иными словами, те какие-то пустые ожидания, какие-то непонятные дорисовки, что-то такое, допридумки, да, людей по поводу линии номер пять. Кто здесь виноват? В общем-то, виноваты, как всегда, обе стороны. Пятерка так виновата, потому что, помним, да, что дизайн человека это про гены, это про то, как он проявляется, это про то, как он себя позиционирует и ведет. Таким образом, он так всегда, да, встает в такую позу, он говорит такие слова, он не договаривает что-то, да, она, точнее, она, да, пятая линия, что получается, что возникают определенные ожидания. Ну, и люди, конечно же, да, кому чего в жизни не хватает, тот с радостью именно как раз в отношении линии номер пять и берет и дорисовывает, дорисовывает вот эту вот картину какого-то чего-то идеального, какого-то чего-то совершенного, чего-то не хватающего ему. Либо, может быть, и демонизация. То есть, может быть, наделение как раз пятой линии какими-то инфернальными, какими-то злыми, какими-то крайне и резко негативными качествами. Это всегда какая-то крайность, это всегда какое-то отклонение, да, от золотой середины, от здорового и корректного восприятия человека с пятой линией, либо в одну, либо в другую сторону. И, конечно же, вот эти вот проекции, они появляются неспроста. Поэтому как раз после самих проекций вторым важным ключом к пониманию, да, и к раскрытию пятой линии является как раз воздействие на незнакомых людей. Пятая линия здесь именно для того, чтобы производить вот это вот впечатление на незнакомых людей. Зачем? Для того, чтобы на них влиять, для того, чтобы осуществлять свою функцию, вот эту вот, да, на которую на нее накладывает вселенная. Вселенная ждет, что пятерка будет возглавлять процессы, оптимизировать их, тушить пожары. И, конечно же, поэтому пятерке очень-очень важно уметь произвести впечатление, произвести впечатление на незнакомых людей. Именно поэтому о пятерке нередко говорят как о соблазнителе. В данном случае я имею в виду, конечно, в широком смысле этого слова. О соблазнителе или соблазнительнице. То есть человеке, который обладает какими-то определенными функциями, какими-то определенными свойствами, талантами, которые вот сейчас как раз нам всем нужны. И он придет, и все сделает за всех, и наведет полный порядок. Поэтому говорят, что пятая линия – это соблазнитель. Потому что пятая линия как раз она предстает в таком каком-то достаточно привлекательном образе и талантлива именно в том, чтобы влиять на незнакомых людей. Поэтому именно в какой-то своей, да, профессиональной сфере это тоже можно брать на ус. Это тоже можно, как говорится, мотать на ус. И можно брать себе в запас и на вооружение. Пятерки этим очень-очень сильны. Они очень хорошо производят первое впечатление на людей. Вот буквально первое знакомство, и они уже у руля, и они уже короли, их уже слушают. Они уже произвели то самое необходимое, благоприятное впечатление. Для чего? Для того, чтобы влиять, для того, чтобы проводить те самые переменные изменения, извлекать ту самую выгоду, ради которого пятерка, пятая линия, пришла в отношения. Конечно же, это имеет и обратную сторону, о которой мы чуть подробнее поговорим в конце. Но, конечно же, при долгосрочном общении пятерка должна уметь работать с этими проекциями. Она должна уметь их отрабатывать, она должна уметь грамотно их направлять. Совсем деструктивные какие-то, совсем какие-то не имеющие никакой связи с реальностью проекции о себе пятерка должна уметь гасить. Но об этом чуть более подробно поговорим в самом конце. Еще один очень важный ключ для понимания пятой линии это чувство вины. Чувство вины, то есть пятая линия постоянно испытывает некоторую вину. Потому что это как раз естественным образом и вытекает из проекций. Поскольку от тебя так много ждут, поскольку на тебя постоянно накладывают вот эти проекции, и они потом вокруг тебя вот, да, вот лопаются, как мыльные пузыри. И пятая линия, с одной стороны, в общем-то, да, ничего такого и не хотела, но, как бы, бессознательно, естественно, она создала эти проекции. И люди, когда начинают с ней сближаться, вот эти проекции начинают лопаться. Люди начинают чувствовать, конечно же, агрессию, люди начинают чувствовать определенные претензии. А я вообще-то о тебе по-другому думал или думала, да, ах, вот ты какая пятая линия, ну, а я-то вот думал и так далее, и так далее. И, конечно же, это постепенно начинает бить в пятую линию. И у пятой линии может развиваться определенный такой комплекс вины. Комплекс вины того, что, ну, вот, наверное, и правда, что-то со мной не так, да, особенно если, конечно же, было какое-то некорректное воспитание, о чем мы тоже обязательно сегодня будем говорить. Особенно если вот эти проекции разрывались, да, как снаряды над головой и обрушивались каким-то просто потоком гнева и раздражения и претензий на этого человека, если у него это было в жизни много-много раз и он как-то вот был неподготовлен как раз к тому, чтобы как-то корректно взаимодействовать и пропускать это через себя, конечно же, не был знаком дизайну человека, то человек с пятой линии может быть вот в этом смысле очень забит. очень забит и очень такой, знаете, такой болезненно обожженный, что вот сейчас опять рванет. Вот в любой момент может что-то произойти, может что-то рвануть, может что-то пойти не так. Поэтому вот это вот чувство вины, этот комплекс вины очень нередко достаточно сильно проявляется и, конечно же, с ним нужно работать. Тут человеку нужно показывать, что он совершенно в этом не виноват, такова природа, таков его дизайн и как раз все, что вот это вокруг него лопается, и вот это иной раз какое-то море негатива, море претензий по поводу того, что люди что-то сами себе придумали, а потом сами еще и разозлились по поводу того, что это не так, что это нормально, что оно так и будет и ты здесь совершенно не виноват, все так и с тобой все так. Еще один ключ достаточно важный к пониманию пятерки это и паранойя, да, ну тут очень сходно с виной, только в вине человек занимает уже такую некую такую позицию жертвы, да, он как бы складывает руки в этом смысле, в этой позиции и говорит, как бы, ну вот вообще меня винят. С паранойи человек начинает как бы еще все, не начинает, а он все еще борется, он пытается все еще залатать эти дыры, он пытается как бы вот найти, откуда, откуда, откуда это, почему, что со мной не так, где, где что надо проработать, откуда сейчас придет очередной удар, и тоже, да, это, конечно же, не повышает его градус расслабленности, если так можно говорить, это наоборот, конечно же, ведет к его напряжению, напряженности, стрессу, и пятая линия может быть очень напряжена, особенно, да, если эта вся история идет из детства, и вот это вот напряжение, да, вот этот вот детский зажим, он может, в общем-то, на самом деле поджирать энергию, да, и подтачивать, и, как говорят, и энергию, и здоровье, и все остальное, всю оставшуюся жизнь, психологи, психотерапевты это прорабатывают по-своему как-то, а дизайн человека, в общем-то, как раз идет именно через просвещение, через осознание человеком того, что это все нормально, это все его свойства, это некие, скажем так, некие такие побочные эффекты от его предназначения, как человека, обладающего пятой линией, и тут, как говорится, не должно быть никаких козьих обмороков, не должно быть никаких претензий к себе и к другим, то есть, здесь войнушку развязывать точно не надо и не стоит. Очень нередко пятерка, вот так же полно обжигавшись, она начинает говорить выводами, и это еще один ключ к пониманию пятерки, пятерка вместе с шестеркой, это вот как раз где-то здесь проходит та самая черта, черта непонимания, то есть, остальные линии обычно пятерок и шестерок не понимают, пятерки, шестерки между собой, конечно же, взаимодействуют и понимают друг друга достаточно хорошо, а вот где-то под, как раз между четверкой и пятеркой проходит та самая линия непонимания, и понятно тоже, да, теперь, почему она проходит, потому что, опять же, есть вот эти проекции, есть постоянные вот эти вот догонялки, кошки, мышки, как бы понять, понять эту пятерку, а пятерка, она как бы раз, оказывается, не такая, ага, наверное, такая, опять не такая, а вот может она такая, опять не такая, а пятерка что-то говорит, говорит, она что-то убеждает, она что-то пытается, и, конечно же, в определенный момент весь энтузиазм пятерки, он схлопывается, и пятерка говорит, нет, это бесполезно, меня все равно нормально не понимают я лучше буду делать и если я буду говорить то буду говорить выводами поэтому пятерка очень часто говорит выводами и это никак не какая-то там гендерная принадлежность и мужчины и женщины с пятой линии они говорят выводами они потому что они мужчины или женщины а потому что они вот пона обжигались понамучились с непониманием и они поняли что ну вот лучше лучше я буду больше делать да а говорить и объяснять там разжевывать по кусочкам это совершенно точно не сильная сторона пятерок поэтому это тоже определенный да определенная подсказка там и для профессиональной какой-то сферы деятельности применения и для каких-то личностных отношений до разных аспектов пятерка никогда не будет там сильно разжевывать сильно вдаваться в детали потому что она к сожалению она здесь не для этого она здесь как раз для того чтобы наводить порядок для того чтобы добиваться результатов двигать вперед все общество но никак не для того чтобы прям вот глубинно обучать и разве и разъяснять все вот это вот по полочкам поэтому если что-то хотите как хотите какого-то подробного пояснения воспользуйтесь услугами не пятой линии еще один достаточно важный ключ к пониманию это интерес интерес к пятой линии он врожден врожден вот опять же до генетически почему это происходит тогда опять же потому что все там же пятерка стоит на балконе и и так хорошо не видно кто-то говорит что там пятерка стоит на втором этаже за шторами да и видно только силуэт ну так или иначе как эту метафору не раскручивай ее никогда четко не видно давайте так а поскольку четко не видно то конечно же это и вызывает интерес то есть это понятно это здоровая нормальная обычная любопытство психология поэтому если шестая линия она внушает авторитетность собой то пятая линия она всегда внушает интерес пятая линия как правило вот к ней больше применима не авторитетность а интерес интересное что-то там она все время что-то там делает как-то у нее почему-то это все получается толком она ничего не объясняет и говорит выводами поэтому интерес тоже берем на заметку добрались мы и до ключа универсализация пятерка действительно очень хороший универсализатор оптимизатор отладчик процессов пятерки нередко думают что так мыслят все люди но это большое заблуждение это тоже их очень сильное такое а если хотите конкурентное отличие между другими линиями это их особенность которая позволяет пятерки становиться таким уникальным оптимизатором уникальным наводителем порядка уникальным таким исследователем который преобразует и трансформирует пятерки очень в кайф удовольствие налаживать процессы и видеть как теперь все пошло по-новому как все стало работать лучше благодаря наведению и порядка и если условные грабли лежат на полу и все постоянно бегут получают от них в лоб и дальше бегут то пятерка обязательно их уберет сарай но именно пятерка уберет их сарай другим линиям вообще недомек что можно ее взять и отнести куда-нибудь чтобы в следующий раз как бы не получать здесь по голове именно пятерка здесь для того чтобы наводить порядок чтобы вот именно оптимизировать чтобы было легче что-то делать и как раз для пятерки это вот та самая обратная связь это та самая универсализация которая будет напитывать и давать энергию пик пятой линии исходя из этого как раз и идет следующий ключ это функциональность пятерки вот всегда не до того чтобы вникать в какие-то детали там да даже своих друзей своего окружения пятерки некогда пятерки это не интересны пятерки как раз гораздо важнее воздействовать влиять влиять на многих какие-то там такие прямо дружеские посиделки разговоры ни о чем разговоры там о том я не знаю да как кто-то выбирал комбинезон какого-то цвета для своего песика это точно не про пятерку пятерка за функциональность она всегда спросит и что и что мы с этим будем делать и если это был просто рассказ ради рассказом пятерка конечно же расстроиться потому что ну пятерка будет думать что она теряет время и никаких нормальных активных действий никакой универсализации из этого но сделать невозможно а значит и будет не очень интересно поэтому функциональность это один из ключей к пониманию достаточно глубокий пятой линии особенно в долгосрочных отношениях если вы строите отношения с пятой линией ну не надо ее наверное да вот перегружать там какими-то непонятными детальками какими-то там обстоятельствами которые сути дела не меняют которые ничего на самом деле ни на что не влияют никакого большого значения не имеют и из этого никакого такого большого вывода пятая линия не сделать пятая линия просто вас слушая в эти моменты она будет скорее всего скучать или думать о чем-то своем потому что ей опять же важна функциональность ну и как раз уже из функциональности следует следующий ключ проникновение проникновение это про то что пятерки именно важно иметь какую-то инсайдерскую информацию иметь какую-то закулисную информацию но не просто и иметь ради того чтобы иметь да не забываем предыдущий ключ функциональность а именно для того чтобы можно было дальше с помощью этой информации как-то лучше влиять как-то глубже что-то менять знать, что вообще, да, к чему готовиться и адекватно этому реагировать, опять же, все это для того, чтобы проводить перемены, для того, чтобы двигать вперед то общество, то окружение по своим масштабам, которое пятая линия выбрала. Поэтому инсайдерская информация, да, вот это вот проникновение за кулисы, получение информации там в курилках и так далее, и так далее, для пятерки тоже очень важно, очень ценно, и это одна из важных, хоть и тщательно скрываемых сторон пятой линии. Ну что ж, мы проговорили основные ключи, и теперь можем перейти к самым важным сферам жизни человека, и, конечно же, начнем традиционно с детства. Ну, именно принимая во внимание проекционное свойство пятой линии, оно не включается там в каком-то возрасте, оно не в какой-то момент инициируется, нет, пятая линия с точки зрения соблазнителя, с точки зрения привлекательности, она действует с младенчества. Именно поэтому, вот, да, дети с пятой линии, это вот первые дети, которых захочется взять на ручки, которых захочется потискать, потому что они такие милые, такие соблазнительные, а почему, ну, как бы, вот, не всегда очень-то и понятно. И по мере взросления ребенка родителям, да, корректным родителям, которые воспитывают ребенка с пятой линии, им очень важно научить как раз своего ребенка работать с этими проекциями, работать с ними, воздействовать на них, объяснять им, почему так происходит. Потому что, наоборот, да, в худшем своем проявлении неосознанные родители могут начать гнобить своего ребенка, они сами наложат на своего ребенка полным-полно проекций, ребенку будет очень тяжело, здесь будет и вина, здесь будет и та самая паранойя, да, про которую мы говорили в самом начале. И ребенку будет очень-очень тяжко, вот, поэтому, если мы все стремимся к корректному родительству, то, если у нас ребенок с пятой линией, то самое главное, конечно же, не быть дураками самостоятельно, не требовать от него там наших всяких проекций, наших ожиданий, наших несбывшихся реализаций, не накладывать это все на сынок, на доченька, давай, теперь твоя очередь, я не смог, теперь ты. Вот, чтобы этого не было, да, не было этих пустых параноидальных состояний, да, состояния аутоагрессии, когда ребенок сам вот чувствует, что он не оправдал, не оправдал, блин, и вот это не оправдал, блин, еще мама от меня вот это ждала и вот это ждала. В первую очередь, конечно же, да, первые два значимых взрослых в жизни любого ребенка, это папа и мама, поэтому вот это вот очень важно, вот этот момент очень важно держать под прицелом и не совершать этих ошибок. И не совершайте ошибки, ребенку очень важно пояснять, что вообще он родился таким, что от него люди очень часто ждут чего-то на самом деле, чего сами не получили и теперь вот хотят от него. И на самом деле это не его вина, и ему не стоит по этому поводу расстраиваться, ему не стоит винить себя по этому поводу. Таким образом, конечно же, пятая линия, да, сможет расти без вот этого вот, без вот этой мозгодолбежки вины и паранойи, и, конечно же, таким образом пятерка, особенно при содействии родителей, сможет раскрываться как тот самый оптимизатор, как тот самый универсализатор, как тот самый еретик, которому очень важно приносить новое в те ситуации, где это необходимо, в какие-то кризисные ситуации, в ситуации, когда что-то непонятно, когда вопрос, да, жизни или смерти, панели пропал, тогда, когда какая-то система, да, коллектив, люди требуют какого-то качественного скачка. Вот двигая в эту сторону ребенка, да, показывая ему его выгодное отличие в этом отношении от других его сверстников, конечно же, можно, приходится и нужно говорить о корректном родительстве. В самой по себе дружбе, в детстве ли, да, во взрослом ли возрасте, пятая линия достаточно является неудобным другом, таким другом, который постоянно куда-то рвется, ему постоянно что-то надо, это настоящая непоседа, с ним невозможно просто спокойно подружить, потому что как раз 13 ворота в пятой линии, да, отвечающие за дружбу, за общение, за эмпатичное слушание, к сожалению, это точно не сильная сторона пятой линии. Пятая линия всегда будет спрашивать, и что? И зачем ты мне это рассказываешь? И что из этого? А делать-то что-то будем? И, конечно же, если не вслух, то про себя, да, друг будет, друг пятерки будет считывать эту информацию. И иногда пятая линия будет, ну, терять друзей или вообще просто, ну, как бы исчезать из дружеских отношений, именно потому что пятерка побежала куда-то еще. Ей все время что-то нужно, ей все время хочется воздействовать, ей все время хочется что-то новое, и вот это вот наладить, да, и вот это улучшить, и вот это подкрутить, и вот это подкрутить. И, конечно же, да, иногда, ну, как бы друзья могут сказать, не, ну, это невозможно, это не жизнь, это, а это жизнь, это жизнь именно пятой линии. Поэтому пятая линия в дружбе, она достаточно специфична, она не будет долго выслушивать там, особенно какие-то непонятные личные истории, просто не поймет зачем, потому что один из ключей ее это функциональность. И она будет постоянно куда-то рваться, куда-то бежать, поэтому если вы имеете пятую линию, то знайте это о себе, и, может быть, иногда чуть-чуть щадите свое окружение и своих друзей. Ну, а если вы дружите с пятой линией, ну, будьте к ней снисходительны, потому что она по-другому не может. В отношениях пятая линия, именно в долгосрочных отношениях, в партнерских, в романтических отношениях, пятая линия, опять же, сталкивается с той самой проекцией. И здесь ей важно использовать эту, как раз это свойство свое, совершенно наоборот. Поскольку пятая линия сконструирована для того, чтобы воздействовать и взаимодействовать с незнакомыми людьми, как раз в личных отношениях пятая линия будет постоянно сталкиваться с непониманием. И, по большому счету, в начале отношений с пятой линией, отношения начинают не с человеком, а с проекциями вокруг него, которые потом начинают потихонечку исчезать. Поэтому в долгосрочных отношениях, в отношениях, да, причем, может быть, даже и рабочих, но и сейчас мы говорим, в первую очередь, партнерских, пятой линии крайне важно работать с этими проекциями на входе, на входе, задавать вопрос, а почему ты сейчас обо мне это думаешь? А ты уверен, что я такая, такая и такая? А почему ты так думаешь? И вот эта вот важная отработка проекции пятой линии в отношениях, естественно, очень сильно снизит стресс, порог ожиданий, ощущение какой-то напряженности, потому что пятерка уже от этого прилично устала. С самого детства она все время с этим сталкивалась, и когда она, да, в отношениях со своим любимым человеком, опять же, неизбежно сталкивается с тем, что у него на нее какие-то проекции, какие-то ожидания, которыми она не является, это может стать определенными, опять же, такими, такой игрой в кошки-мышки, что, конечно же, неблагоприятно будет сказываться на отношениях. Поэтому в долгосрочных отношениях пятерки очень важно отрабатывать вот этими вопросами те самые проекции, и, по большому счету, пятерка входит в отношения настоящей любви очень долго. Пятерка должна пройти со своим партнером через все, огонь, воду, медные трубы, и только тогда, когда пятая линия полностью покажет себя, и вокруг нее все проекции исчезнут, и ее партнер примет решение оставаться с ней и быть с ней, тут уже можно будет, конечно же, говорить о настоящей глубокой любви. Поэтому проекционность, она имеет вот такую вот дихотомию, имеет двусторонние отношения. На незнакомых людей можем произвести впечатление и очень быстро добиться своего результата, а в долгосрочных отношениях с коллегами, с партнерами, с супругами нужно поработать, и нужно правильно, грамотно уметь это делать. Если говорить о лидерстве, то лидерство у пятерки достаточно жесткое. Если какая-то ситуация в кризисе, если где-то пожар, то туда как раз лучше брать пятерку, потому что пятерка, один из ее ключей, это генерал, это человек, который придет и твердой рукой всех спасет, наведет порядок, все оптимизирует, универсализирует и выведет систему на новый качественный уровень. Единственный момент, который на пятой линии очень важно помнить, что когда все в пожаре, когда все в кризисе, пятерка очень нужна. Но когда наступает порядок, пятерке нужно уметь вовремя уходить, потому что пятерка может не остановиться и может начать продолжать, улучшать, улучшать, улучшать. И здесь будет получаться как в той дружбе, да, когда просто друзья будут говорить, хватит, остановись, пожалуйста, давай просто подружим. Так же и здесь, остановись, пожалуйста, давай теперь просто поживем. Но пятерка не для того, чтобы останавливаться. И она может начать создавать даже проблемы на ровном месте, если ей скучно и уже все ровно и спокойно, для того, чтобы эти проблемы решать. Поэтому пятерке очень важно знать вот это вот свойство, что когда она как трабл-шутер пришла и навела порядок, когда порядок наступил, ей нужно уйти на второй план, сделать шаг назад, отдать лидерство теперь уже, например, администратору, а самой двигаться дальше, где она будет максимально самореализовываться и будет востребована. Что касается творчества, то пятая линия в своем творчестве, она не столько прямо творец, сколько она чувствует и знает, что сейчас будет востребовано. Поскольку она всегда на дистанции, потому что, поскольку она всегда на связи со своей аудиторией, со своим охватом, у нее есть вот это вот чутье, что сработает, что пойдет, а что нет, что будет востребовано, а что нет. Поэтому, когда пятерка создает шедевр, она обычно его делает уместно. Есть только один нюанс. Пятерка умеет создать этот нюанс, создать этот шедевр, и действительно он будет востребован и актуален. Но пятерка, как правило, не знает то место, где его поставить. Она не знает тот музей, куда принести свою картину замечательную. Она не знает тот правильный канал, через который ей корректно воздействовать на свою аудиторию. Здесь ей потребуется помощь как раз других людей с другими качествами, для того, чтобы они сократили ее время. Она, конечно, сама со временем, методом проб и ошибок тоже это найдет. Но сократили это время проб и ошибок и направили ее в то самое место, где ее самый актуальный шедевр будет максимальным образом востребован. Ну и как родители, как воспитатели, пятая линия достаточно интересная. Самый первый талант и самый первый дар пятой линии в как раз вопросах воспитания, это распределение ресурсов. Пятерка умеет это делать, как никто другой. Пятерка умеет распределять ресурсы по какому-то совершенно непонятному собственному, причем даже не племенному принципу распределения ресурсов. И когда она это делает, то все оказываются довольны. Когда она это делает, как раз и идет процесс воспитания, процесс познания чего-то нового, процесс закрепления каких-то необходимых паттернов. Поэтому родитель с пятой линии именно силен в этом, в распределении и в направлении энергии своих подопечных, своих детей, путем распределения ресурсов и создания такого определенного квеста. Дойдешь сюда, получишь это, теперь дойдешь сюда, получишь это, теперь сюда, получишь это. И ребенку и интересно, и полезно, и поучительно. И еще один момент по поводу как раз воспитания для пятой линии является его приверженность законам. Пятая линия умеет прийти в отношения с ребенком, установить законы, принципы, нормы, границы, правила, в которых всем будет достаточно комфортно, и процесс воспитания, процесс здорового и корректного взросления для ребенка будет идти наиболее благоприятно. В профессиональной сфере пятая линия это всегда трабл-шутер, это всегда универсализатор. Если вы подбираете, например, сотрудника себе в команду или в компанию, которому нужно навести порядок, если там какой-то бардачок, какой-то пожарчик или пожарище, то пятая линия, как никакая другая линия, будет здесь кстати. Пятая линия придет, она не успокоится, пока не наведет порядок как раз во всех бизнес-процессах, которые у вас есть. И дальше уже можно будет решать, что делать с этой пятой линией. Может быть двигать ее куда-то, может быть ей самой куда-то двигаться, да, в те места, где она максимально будет востребована. Единственное, что, конечно же, важно не забывать о том, что пятая линия не будет ничего сильно объяснять. Просто поставьте ей крупную задачу, задачу на растяжение, задачу большого временного периода, а потом спрашивайте с нее. Так пятой линии будет гораздо комфортнее, потому что, как мы все помним, пятой линии достаточно трудно объяснять и чувствовать постоянную пошаговую подконтрольность. Ей как раз легче потом сказать выводами, что она сделала и как теперь это будет работать. Пятая линия, это, конечно же, прекрасные ораторы. Они очень любят воздействовать на массы. Они очень любят оказывать какой-то эффект. Лицо компании, спикер, человек, который воздействует и продвигает какие-то идеи, идеологию, культуру бренда. Это прекрасное решение взять человека именно с пятой линии. Поэтому все эти свойства можете учитывать и использовать пятую линию в своей профессиональной деятельности. Что ж, я надеюсь, что вся эта предоставленная информация, все эти ключи и все эти моменты проявления в различных сферах жизни для пятой линии вам были достаточно полезны, интересны. И вы теперь с большим пониманием сможете относиться к проявлениям пятой линии и к тому, почему пятая линия все время куда-то бежит, все время куда-то что-то хочет, ей все время что-то нужно улучшить. И она нередко говорит, что я никому ничего не буду доказывать, я просто сделаю, а потом объясню, что я сделала кратко и понятно. Я думаю, что отношения с пятой линией как с самим собой, так и с вашим окружением теперь выйдут на новый уровень с единственной целью стать более осознанными и стать чуточку еще счастливее. Субтитры создавал DimaTorzok